И всем привет, с вами Росикс, и сейчас я расскажу о моих ошибках и на в целом, и на щитки. Как вы знаете, я со 100 долларов в 4-ти до миллиона долларов на щиткоинах. Транслирую это все в своем телеграм-канале и чате. Так вот, какие же мои ошибки в целом? Первое, это переоценка рисков, то есть заходить на ту сумму от банка, которая слишком большая для любого вообще щиткоина. То есть это превращение риска, когда вы заходите там, для меня это когда больше захочет, чем на 20-30% в какой-то щиток. И из-за этого вы можете довольно много потерять, да? Такая первая ошибка, то есть если вы, допустим, вы можете, вот смотрите, что сделать, найти где-то 100 долларов. И вместе со мной торговать щиткоинами, то есть зайти в мой телеграм-канал и смотреть, что я покупаю, что я продаю. И вместе со мной заработать на этом. То есть просто вкладывать только чай, допустим, эти сотки долларов. Все, вы, дядя, знаете, как сделать? Подписаться на меня. Вообще, никакие бабки, никуда не вкладывать, просто понаблюдать. Посмотреть, что вообще происходит, куда, как. Понимаете, в чем я? Как только вы посмотрите, что... Ну, в целом, да, как будто интересно. Как будто интересные монетки, он закидывает свой телеграм-канал, они растут. Да? И тогда посмотреть. Окей, кину 100 долларов. Смотрите, почему я начал со 100 долларов. Потому что это малая сумма, она позволяет научиться, при этом она такая, достаточная, чтобы торговать. Но вы поначалу торгуете 5-ю, а одним долларов торгуйте в голове. Знаете, как флипнул 12 долларов до саланья в голове. Есть такой мемчик. Да, поэтому заходите в мой чат. Я, если чем, скину этот мем, если вы попросите там на мем смешной. Флипнул в голове. Второе, это покупка того щиткоина, который слишком рискованный на большую сумму. То есть, смотри, как сказать. То есть, одно дело покупать щиткоин, скажем так, tier S уровня, такого высокого прям, ну, который завтра не обнулиться. А другое дело покупать вообще максимальную улудку, да. То есть, ну, я даже, допустим, какие-то максимально рисковые, я покупаю всего на 5 долларов условно, например, да. То есть, не надо покупать там рискованную монету из всех. Смотри, щитки это очень рискованно. А вот в щитках есть очень рискованно и очень-очень-очень рискованно. То есть, вот что-то, что очень рискованно, лучше покупать на малую сумму. То, что менее рискованно, но все равно очень рискованно, на более сумму. И тут, главное, не путать их местами, да, там, не покупать все на одну и ту же сумму. А у меня иногда такое бывает. Ну, как бы, как бы, да. Миккин, что не стоит в айфонах? Ну, век, ну, что, голод? Снова. А, так, мои ошибки. Я забыл, я начал петь. Ну, давайте, что ли, я... Это недостаточный копитрейдинг крутых людей. Допустим, вот у меня есть... У меня есть приватки. И, кстати, вот у меня чат. Я все закидываю туда с привата, где есть платных. Вот есть картель за 200 долларов. Есть за 20 долларов от армии. Где, допустим, он закидывает какую-то интересную идею, а я в нее не захожу. Я захожу в какие-то скламы идеи. Но я не захожу в, там, по идее, крутого чела Арби. Не захожу, там, в картель куда-то. Хотя надо, понимаете, что мне, да? И вот... Это, опять же, как я говорил, разновидность того, что я не понимаю... Еще иногда... Ладно, все, без приколов. Что-то я иногда риски и монеты неправильно выбираю. Когда, там, скажем так, ГЕМ пропускаю! Гениальную какашку монету покупаем! Не, ну, конечно, это не так. То есть, я в прибыли. Я начал со 100 долларов, сейчас у меня 220. Но было 450 в пике, а, наверное, уже миллион долларов. Понимаете о чем? То есть, вы можете прямо в эфире смотреть, что у меня получится. Вы можете сказать, да ты лох, у тебя ничего и получится. А вот давай проверим. Даже если я все потеряю, я просто начну заново. Потому что, что? Что идет до конца? Доходит до конца? А, я просто заметки тут записываю. Да, это также... Наверное, вот это основные мои ошибочки в щиткойниках. Наверное, вот, знаете, самое... Очень... Давайте так кратко скажу, что самое главное я сделал в щитках. Первое, это я постоянно слежу за трендами, изучаю. То есть, допустим, в BullX я тоже зашел, который мне позволяет покупать по лимиткам. То есть, например, капитализация монеты 3 миллиона долларов. Вот как данный. Да? А я могу ее купить. При капитализации 1 миллион 800. Если опустится, да? Вот, покупать по лимитке. А продавать, например, сразу купил и продал по лимитке в 2 икса. То есть, ну, это максимально гениально. Да, я считаю. Также я вот поступал в приватные сообщества, как я уже сказал. Но это очень выгодно. И вам не обязательно тратить на приват. Вот тоже я сказал, Arby приватка стоит 20 долларов, Cartel стоит 200 долларов. Я еще и в чате, которым вообще не продается место. И вам не обязательно покупать вот эти все приватки. Вы можете просто зайти в мой чат, зайти в мой канал. Там я публикую, прям пишу. Вот в такой-то приватке Arby сказал про то-то, то-то. То есть, все в ваших руках. И я считаю, что мы заработаем, мы заработаем. Главное делать. То есть, видите, я в щитках там, наверное, недели 2-3. Но я уже вот сколько всего. Я попал в какие-то приватки. Я у всех друзей спросил про щитки. То есть, понимаете, вы также не обязательно ограничиваться моим каналом. Если вы не знаете, где вообще каналы взять, у меня есть папка каналов. Там вот в описании под видео, посмотрите, там папка интересная. Там, где вот каналы, которые я считаю интересным, за которые я слежу. И так далее. Думайте, задавайте вопросы в чатах, в телеграме. И всем спасибо, всем пока. Прожмите лайк, чтобы в рекомендации это видос был фликнул в голове. Плюс 12 солны. Если хотите, это меня увидите, закидите в тегерчат. Я угораю с него, если добавил. Субтитры сделал DimaTorzok